Я очень прошу, пожалуйста, если возможно, на обряде проектор поставьте защиту, чтобы никуда не забрали. Эзотерический мир, он связан с понятием, которое называется весы. Когда люди живут в этой жизни, то они слушают разных эзотерических мастеров или не мастеров, читают книги. Этих книг, конечно, много, и людей много и так далее. У всех разные мнения, все говорят о первопричине, причинах, следствиях, о вибрациях. Много очень информации такой всевозможной существует. Я хочу вам сказать, как все устроено в целом и на самом деле. Существует единый закон. Этот единый закон, я его называю единым законом Бога. Он заключается в том, что божественная энергия, она не смотрит на то и создает события, несмотря на то, что сделал человек, но смотря на то, что чувствует человек на протяжении своей жизни раз, и что чувствуют по отношению к нему люди, с которыми он коммуницирует. Фактически это выглядит так. Если на протяжении жизни человек, допустим, есть две чаши весов, человеком происходит то, что он чувствует. На этих чашах весах условно выглядит все так. Одна чаша весов, она почему так, кстати? Кстати, человек устроен по принципу того, что Бог дал ему жизнь. И Бог все время следит за тем, чтобы человеку либо нравилась его жизнь, либо не нравилась. Почему? Это особенность частного выбора человека. Если жизнь не нравится человеку, то у человека забирают возможность жить дальше, создавая для него ситуации или события. Если жизнь нравится, то создают события, чтобы дальше нравилось еще больше. Но как определить, нравится или нет? Что отвечает за слово «нравится»? За слово «нравится» не отвечает мозг, а отвечает чувство. Поэтому элемент «нравится» является ключевым элементом в жизни человека. И поэтому я хочу вам сказать, когда вы живете, то вы очень часто наполняете свою чашу «не нравится», чем попало. Наполняете возмущением, поиском информации, негативом. Негативите, злитесь, вредничаете и делаете вокруг себя еще много неприятностей. То есть делайте так, чтобы, думая о вас, другие люди тоже негативили. То есть они видят вас, вспоминают о вас, говорят, а вот она киданула, она сволочина, какашка. Пишите кому-то плохие комментарии и так далее. Я же вас убеждаю, запомните навсегда с вами, и вы всегда будете находиться под защитой высших сил, если вы будете знать, что чем больше у вас будет приятных состояний в жизни, чем меньше вы будете находить возможности искать что-то плохое, чем больше вас будет хоть что-то в жизни радовать, тем лучше ваша судьба будет. Она создаст для вас сама все, что вы даже не захотите. А все, что приведет вас или принесет вам счастье. Люди, которые говорят, мы ненавидим 24 часа в сутки, готовьтесь. У вас будут и мобилизации, и какие-то... А как же их не любить? Послушайте, никто вас не заставляет не любить. Вас заставляют любить. Как вы на это не можете обратить внимание? То есть когда началось что-то, то началось и говорят, вот началось, теперь мы их не любим. Да, началось, чтобы вы что сделали? Чтобы мы их не любили. И это неправильно. Началось все для того, чтобы вновь начали любить тех, кто рядом. Почему такое происходит? Надо обожать людей, тех, кто рядом находится. Обожайте тех, кто рядом. Обожайте животных, которые с вами живут. Обожайте соседей. Находите возможности говорить себе на протяжении дня слова. А мне нравится это. А мне нравится то. А мне нравится это и есть то, что хотят от вас высшие силы. Они хотят, чтобы это было. А когда человек... Я ненавижу их, а еще этого ненавижу. Люди в какой-то момент так искренне начали ненавидеть всех, что добавило еще и к ненависти к тем, кто находится рядом, что это бесконечная ненависть, которая создана ими и кем-то создала эти события. Когда с человеком неприятности, то человек должен сократиться и начать любить сильнее тех людей, которые находятся рядом. А у других по-другому. Когда неприятности где-то происходят, то все вокруг виноваты. Так в одной семье, допустим, появляется неприятность и рефлекс на неприятность. Допустим, жена утром встала, посмотрела... Муж утром встал, посмотрел в телефон. Там какие-то новости. Она проснулась. Она проснулась и... Как дела? Пошла ты. Какие дела? Ты замучила. Тут вообще что такое? На что ты обижайся? Чего ты такой скривленный? Почему у тебя плохое настроение? Он не может понять, почему плохое настроение. Он уже заряжен. У него чувство уже заряжено. Он ее уже ненавидит. Он ненавидит и дом, где он живет, и жену ненавидит. И тех русских, которые там нападают, эти ракеты и так далее. И все это идет по вот такому... А потом, кто страдает? Человека может спасти только внутреннее счастье. Человек внутреннее счастье накапливает на протяжении жизни. Чем больше его, тем лучше. Чем больше вы делаете комплиментов, тем больше внутреннего счастья будет появляться к вам. Чем больше вы радости испытываете в жизни, тем ярче жизнь будет и счастливее будет. Кто угодно может мне сказать, нет, это не так, нужно молиться Богу, Бог поможет. Послушайте, вы делаете, что хотите. Я даю стопроцентный инструмент для того, чтобы изменить все в нашей жизни. Когда человек на протяжении дня ненавидит, ненавидит искренне и подолгу. Когда человек на протяжении дня злится и злится подолгу. Когда человек находит, чтобы найти повод для того, чтобы злиться и ненавидеть. Жизнь его сулит что-то нехорошее. В его жизни не будет счастья. Оно будет у него... Оно, возможно, не сразу несчастье проявится. Когда весы переполнятся и на этих весах будет много очень несчастья, то тогда жизнь сократят. Поэтому, что нужно делать? Знаете, даже в случае, если... Вот как у меня был знакомый, он был и есть. Я ему когда-то сказал, он говорит, Андрей Андреевич, я ожил, когда начал на вас работать, потому что вы все время говорите о счастье. Я его начал находить. Вновь в жену влюбился, появилась какая-то радость в жизни. Перестал обращать на все внимание. Его забрали, он отслужил и даже получил ранения. Причем не одно, а несколько. Я ему помогал в этом всем. И реабилитироваться, и восстановиться, и так далее. И там все знают, что это все за деньги. И там везде нужно платить. Я поддерживаю огромное количество просто ребят, и людей, и так далее. Ну и когда это все произошло, он говорит, вот только радость, вот такая внутренняя, настрой, когда вот нравится, он меня спас. Почему? Потому что тех, кто искренне ненавидел, тех, кто искренне злился, тех, кто искренне находил поводы для того, чтобы на здрасте говорить, фигасте. Но эти люди пострадали. Продолжение следует...